Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжаем изучать тестирование. И не простое тестирование, а тестирование наших реактивных приложений. И сегодня протестируем базу данных, то есть реактивную, реактивную MongoDB, нашу реактивную MongoDB. Итак, в прошлый раз, когда мы работали на сарвлетах, когда писали тестирование базы данных, тестировали мы... что мы тестировали? Мы REST-темплейты тестировали. И то, каким образом мы могли работать с базой данных. Причем у нас была отдельная база данных для тестирования и отдельная база данных для продакшена, скажем так. То есть у нас была база H2, которая у нас была для тестирования, то есть это встроенная база данных. И MySQL, которую использовали для основного запуска программы. Как сделать, скажем так, красиво, чтобы использовать встроенную MongoDB и обычную, внешний какой-то сервис MongoDB, я немножечко помучился и, в общем, не смог я это сделать. И поэтому я решил воспользоваться методом профайлов. То есть будет один сервер MongoDB, в котором есть база данных, одна реактивная, вторая подтесты, вернее... Одна реактив, а не реактивная, реактив название, а вторая реактив тест. То есть вот у меня есть стартовый некий application property, в котором я создаю активный профайл. Если вы ее заметили, то есть application-прод property, application-тест property. И вот таким образом я могу активировать. Активировать профайл, который я хочу, чтобы был активен. Я хочу, чтобы был активен. То есть, еще раз, у меня один сервер... Вот, я уже поднял. У меня один сервер, в котором есть база данных реактив и реактив тест. То есть одну базу данных я использую непосредственно для основного запуска программы, а вторую для тестирования. Окей, разобрались. Естественно, у нас, которая основная база данных, она обычно гигантская. Там, ну, с минимум сотней, сотней записей. И нет смысла ее тестировать. Ее и не нужно тестировать. Ведь тестирование еще подразумевает некое изменение базы данных. И поэтому мы должны, ну, разделить каким-то образом, либо воспользоваться механизмом МОКов. Но мы МОКами пользоваться сегодня не будем. У меня, если честно, возникла какая-то проблема непонятная. Так, и воспользуемся вот этим механизмом. Мы просто создадим одну базу данных и будем запускать наше приложение для тестов под другим профайлом. Под другим профайлом. Окей. Так. Теперь я уже запустил приложение. Я уже запустил приложение. Хотя давайте я его остановлю. Все же мне нужно его запустить не под тестом, а под продом. И запущу по новой. Так, вот у меня в базе данных сейчас всего две записи. И сейчас, собственно, расскажу, что сделал и что собираемся тестировать. Итак, я создал очень простую модель. Книжки, имя, название и автор. Репозиторий. Ну, здесь я просто баллся, это не обязательно было, но я вот решил вот query и каким образом можно достать все книжки. Окей. Вот наш реактивный репозиторий. И теперь нам остался контроллер, контроллер и здесь добавить некие экшены. Некие экшены, то есть некие дополнительные методы, которые что-то будут возвращать. Итак, во-первых, подправил метод main. Метод main, ой, путь main у нас теперь возвращает, 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 возвращает. Так. Он у нас возвращает список, список. Вот этот вот список. Вот. То есть, каладырский, антолстолоскас. То есть, каладырский, антолстолстой. Окей. То есть, подправил метод main, использую репозиторий. Так. Создал два дополнительных метода create. Они, в принципе, идентичные, просто я использую разные способы взаимодействия с базой данных. Во-первых, я использую... репозиторий, стандартные репозитории. Это, скажем, некая высокоуровневая абстракция. И также я решил взаимодействовать с реактивом MongoTplate. То есть, когда мы работали с базой данных, с нашей реляционной базой данных MySQL, помимо вот этих классных репозиторий, которые нам Spring предоставляет, у нас есть еще и некие шаблоны. Некие шаблоны, и в частности, JDBC template. То есть, это некая низкая уровня абстракция. И также нам Spring предоставляет некий шаблон, некий шаблон, да, для работы с Mongo в реактивном режиме. И вот я его использую. То есть, я его... Injection. Injection. Это нам поставит Spring. Spring на основе... На основе... На основе... Вот этих вот... Вот этих вот конфигураций. Вот это Database, Database, это вот. Вот она. Reactive. Если мы... Когда вот взаимодействовали, в прошлый раз мы не указывали имя базы данных по дефолту, это он был бы тест. По дефолту это был бы тест. То есть, окей. Теперь... Что здесь происходит? Здесь, в принципе, ничего особенного. Я из... 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 Параметров... Из параметров. То есть, create. Вот, я здесь баловался. Просто по параметрам. Вот у меня возвращается JSON. Даже список, да? У меня сейчас должно быть 3. Окей. И также я могу еще create by, create by, create by. Create by, это по шаблону. Окей. Вот, теперь у меня 4 записи. Если я сейчас зайду, даже в базу данных, вот у меня они, 4 записи повторяются. Окей. И еще я добавил удалить. Удалить просто побаловаться немного. То есть, delete, так, delete, она. И сейчас, если я вернусь, у меня останется только скала. Так, снова на main. И вот только скала осталась. То есть, я удаляю все, все книжки, где имя она. Окей. То есть, это наше, наше... Ну, ладно, покажу еще. Хоть не обязательно. Вот как выглядит темплейт. Окей. То есть, вот таким образом, вот таким образом у нас работает основная наша программа. Теперь мы хотим как-то протестировать именно базу данных. Именно базу данных. То есть, произвести некое, некое интеграционное тестирование. То есть, я хочу поднять базу данных. Хочу взаимодействовать с ним и с контроллером. Так, для этого нам нужно создать соответствующие методы в нашем тесте. Create. Я помечу все, но реализовать я все не буду. Хоть я и помечу все, но реализовать я все не буду. Я реализую лишь create by template. Так, подождите. Мне нужно для начала вот здесь я сразу изменю, чтобы не забыть, что у меня будет запускаться под тестом. То есть, что здесь? Здесь настройки те же самые, но я буду использовать, я буду использовать reactive test, reactive test. У меня даже там есть какие-то данные. Давайте use reactive test. И вот, у меня даже есть там данные. Окей. Поехали. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Поскольку у нас create by template использует у нас специальный шаблон для работы с базой данных, мы его должны, естественно, создать предварительно, а потом сделать некие, некие запросы. Поехали. Значит, пишем reactive mongo template. Так, каким образом он создается? Используется mongo clients, то есть статический метод. Здесь фабрика стандартная. create, и нам нужно указать, указать имя reactive test. То есть, имя, имя базы данных. Теперь нам нужно по-хорошему каждый раз базу данных очищать. То есть, пишем mongo template, drop collection. Какую мы коллекцию? Которая относится у нас к нашей модели. То есть, book class. Что это вот у нас все прошло, да? Все прошло, все сработало. Мы воспользуемся нашим step-parifier. Create. То есть, drop collection, смотрите, возвращает в publisher. Поэтому мы можем воспользоваться create. и verify complete. Окей. Когда у нас это отработало, теперь мы можем снова наполнить данными. То есть, пишем mongo template, insert all, flux. То есть, я сейчас ставлю коллекцию небольшую. Небольшую коллекцию. Окей, поехали. new book Anna Anna Каренина Так, толстой Толстой. Это первый, да? И new book Например Sunday И снова толстой Так И collection list Здесь еще важно Здесь еще важно Подписаться Чтобы занеслись в данную Чтобы у нас этот метод сработал До того, как вам вот последующие методы пойдут. Так, теперь мы пользуемся нашим клиентом. То есть, я напоминаю, что мы продолжаем работать с тем же тестом, с которым работали. У нас веб-клайн подтянется с помощью вот этих вот настроек. Spring Boot Test и Auto Configure Web Test Client. Мы, значит, метод get. Так, я хочу create by template. Create by template. Create. Так, вот отсюда я это скопирую. Не буду я вычленять отдельно вот эти параметры, поэтому я вот так вот жестко захаркожу. Можно было бы отдельно вычленить, но не буду. Параметры я имею в виду. Имена параметров. Так, теперь что нам нужно? Нам нужно... Давайте проинспектируем только тело. Только тело. То есть, здесь у нас будет book class. Напомню. То есть, здесь возвращается... Book, 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 book. Моно, да? Так. Book class. И, и, и. Снова value. Resp. Пишем assert. То есть, очень похоже, как мы делали вот здесь. Assert true. Assert true. Так. rs. GetName. Какой у нас здесь GetName? А GetName у нас здесь Scala. То есть, пишем equals. Scala. Окей. Теперь смотрите. У нас этот метод тут работает. По сути дела, что произойдет? То есть, во-первых, мне... Здесь я уже проверил, что мне вернется нужный объект. И я проверил в нем поле. Окей. Это во-первых. Во-вторых, у нас база данных пополнится новым значением. То есть, вот мы, во-первых, сбросили. То есть, у нас там ноль значений. Потом мы добавили два значения. И теперь мы добавляем еще одно значение. То есть, мы ожидаем там три значения. И, в принципе, мы можем вот именно вот на это и протестировать. Пишем MonoCount. Теперь я monga.tplane. Count. Здесь вот не совсем понял прикола. Но вот такой вот new query и book class. То есть, таким образом я смогу посчитать. Таким образом я могу посчитать. И снова step verifier. Create. Пользуюсь этим каунтом. Expected next. То есть, что я ожидаю? Какое значение у меня будет у каунта? Давайте я сперва зафейлил, что как будто бы четыре. And verify complete. Давайте. Run. Итак, тест зафейлился. Тест зафейлился. То есть, что произошло? Я ожидал. Как будто бы я ожидал четыре, а на самом деле три. Но мы знаем, что там на самом деле три. Я еще хочу показать, что я в действительности с данной базой данных сработал. И вот видите, Анна Каренина. Анна Каренина, которую мы добавили. Окей. То есть, я работаю, я работаю именно, именно вот с реактивностью, с другой базой данных. Благодаря чему я это сделал? Благодаря тому, что я воспользовался механизмом профайлов. Механизмом профайлов. То есть, я создал для начала общий. В нем я объявил, какой у меня профайл активен. И затем я создаю имена, следуя во следующему паттерну. Application.prod. Application.prod. Кому нравится YAML, я вот здесь предварительно еще посмотрел. Смотрите, как можно сделать. Можно создать в одном все это файле. То есть, не разбивать вот на отдельные файлы, вот как здесь вот сделано. То есть, Application.prod, Application. А можно сделать все это в одном файле. Application.yaml. Сперва описываются некие общие данные. Затем описывается, какой у нас профайл активен. Затем мы ставим вот такие черточки. И описываем профайл. То есть, имя профайл и какие-то его конкретные слои. Потом снова черточки. И второй профайл описываем. И вот такие вот черточки. То есть, если вам нравится вот такой вариант, можете использоваться YAML. Я уже привык. В принципе, что и что. Но у меня просто пока привычка на... Сидеть на парапертях. Окей. Кому интересно, тут еще вот может прочитать, каким образом можно запустить конкретный профайл. То есть, java, jar, target, здесь имя, имя вашего этого. И указать вот таким образом, какую вы хотите. И это будет по иерархии выше, чем вот эта вот запись. Окей. Сделали. А, надо для начала запустить, показать, что все отлично отработало. И, как мы видим, зеленая полоска, зеленая полоска. Я вот здесь еще добавил ActiveProfilesTest. ActiveProfileTest. Окей. Давайте теперь я еще вот здесь вот изменю, чтобы тесты, скажем так, случайно не запускались. И, как мы обычно запускали тесты. Вот таким вот образом. Но, по идее, сейчас не будет не запущен... Ничего не запустится. То есть, ни один тест не должен сработать. Ммм. Неожиданно. Все тесты запустились, все тесты запустились. Ага-ха. ActiveProfileTest. Ну, давайте посмотрим. Я сам не знаю, как это дело работает. Давайте посмотрим. Так. Вот для начала мои записи. Хорошо. А изменились ли записи? Так. Давайте. useReactiveReactive. Reactive. Так. А та база данных не изменилась. О, круто! Круто, 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 круто. То есть, смотрите, что произошло. Смотрите, что произошло. Это вообще здорово. То есть, вот этот тест запустился. Вот у меня вот, у меня вот сейчас, да, вот здесь стоит настройка Prod. Production. но тесты, тесты у меня запустились, так, но тесты у меня, то есть, ActiveProfile, то есть, автоматически подтянули, что ли, Application. Круто, не знал. То есть, запустился нужный профайл с нужными настройками. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, чтобы полностью убедиться в этом, давайте я запущу само приложение. Так. Так. Вот я запустил приложение. Давайте Create Anno. Create Anno. Так. Теперь что мы? Вернемся обратно. Так, отлично. Иду сюда. Отлично, то же самое. Угу. Теперь я все это дело остановлю и запущу здесь, что важно. То есть, у меня, у меня, у меня сработал вот этот Production, то есть, вот эта база данных. вот эта база данных. То есть, я сижу вот на Reactive. Анатель, да. Сейчас я хочу запустить, значит... Сейчас я хочу запустить тесты. Сейчас я хочу запустить тесты. Хочу запустить тесты. Давайте я еще подправлю, чтобы увидеть, что я их запустил. Анна Каренина 2 И здесь напишу еще Санбой 2 То есть у меня перезапишутся данные У меня перезапишутся данные Так, запускаем тесты Так, я здесь напишу Use Reactive Test О, неправильно Так, продолжаем тестировать Ага То есть я вот переключился на базу данных Теперь я хочу увидеть, какие записи вставились Алиша, Анна Каренина 2 И Санбой 2 И теперь если я вернусь на Реактивный И там у меня база данных Должна быть нетронутой Круто! Круто, круто, круто То есть у нас здесь оказывается Вот такой классный механизм Классный механизм Что Spring сразу подключает Нужный профайл Здорово То есть у нас вот такое Таким образом мы можем Организовать некое Интеграционное тестирование Что мы по сути дела Подняли базу данных Использовали Использовали Так, использовали Реактивный темплейт Для работы с базой данных Затем подняли Окружение Окружение, которое нам Организовало контроллер По сути дела К которому мы могли стучаться С помощью нашего Веб-теста Клайента Я еще вот думал Через Макит Это сделать Репозиторий Но у меня какие-то фейлы Поэтому Может потом как-нибудь Посмотрю Что я хотел сделать Я хотел сделать То же самое Но Но-но-но-но-но-но-но Просто Стандартную заглушку Сделать Ладно Что-то у меня Зафейлилось Все это дело Поэтому Поэтому Посложу пока Но самое главное Что мы сделали Мы сделали Интеграционное тестирование Еще раз Познакомились Ну Тот, кто не юзал По крайней мере Познакомился Что есть такая возможность Профайлов Каким образом Мы можем устроить Их использовать Каким образом Мы можем их настраивать То есть мы через Проперти Или через Ямл Напомню еще раз Или через Ямл То есть В Ямл Мы пишем Все в одном месте Сперва Общие настройки Потом Через вот эти Три точечки Мы Анонсируем Профайл А потом Некие свойства Профайл И некие свойства Окей Изучаем Спринг See you next time Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому